Когда мы принимаем важные решения, то БОСС и МАФИИ из Нью-Йорка приезжают в полярную. Потому что только там, в настоящей журнале, принимают важные решения. Поэтому все самые важные семинары у нас в Академгородке на студии ядерной физики происходит. Это у нас и есть настоящий. Это у нас очередной важный семинар. Я, конечно. Большое спасибо. Но я надеюсь, что результатом этого семинара БОСС и МАФИИ будут там доставать пистолет и, скажем, излительный факт. Сегодня я буду вам рассказывать про эндропию перепутывания в квантовых теориях поля. План будет примерно следующий. Я напомню вам, что такое тропию перепутывания в квантовых теориях. И потом я попытаюсь рассказать о том, как эндропию перепутывания может быть полезным для определения цифункций. Поскольку без эндропии перепутывания цифункций, поскольку без эндропии перепутывания цифункция определена только в двух измерений. И расскажу про то, что я думаю на этот счет, но и про то, что другие люди думают на тему определения цифункций и использования, соответственно, эндропии перепутывания или других методов измерения перепутывания для определения цифункций. Эдропия перепутывания у нас будет. Эдропия перепутывания у нас будет. Что так? Ну и кроме всего прочего... — А это around two ument 보세요, на этом 뭐� — Ну я вам расскажу про то, что это? Ну и во всех этих трёх частях будет упоминаться ADS-CFT соответствующий в том числе. Потому что это достаточно удобный метод для вычисления энтропии перепутывания. Вот примерно такой план. Пожалуйста, если какие-нибудь вопросы, то обязательно задавайте, и я постараюсь на них ответить. Давайте начнём с энтропии перепутывания. Определение очень простое. То есть, если у нас есть квантовая система, и мы её разбиваем на две системы А и В, то потом мы можем взять, предположим, что система описывается матрицей плотности, мы можем посчитать деканцеваемую reduced density matrix. Это просто след по системе В, от полной матрицей плотности. И потом мы можем посчитать обычную энтропию Ван Ноймена. И эта величина называется энтропия перепутывания между А и В. Такое определение. Ну и в самых простых примерах видно, что оно симметричное. Для теории, которая описывается честным состоянием, оно симметричное. Так это состояние нечисленное. Это не последняя теория переизбутывания? Да, последняя строчка. Для теории, которая описывается... Ну, в своём самом деле я сейчас скажу. То есть, СА равен СБ? СА равен СБ, когда у вас чистое состояние. Когда у вас, к примеру, матрица плотности термальная, то СА равен СБ. Ну, в самом простом случае, можно взять какую-нибудь двухспиновую систему. То есть, А – это будет один СБ, а Б – это будет другой СБ. И можно посчитать энтропию какого-либо такого состояния. Сейчас, но эти системы должны быть не взаимодействующие, да? Не обязательно. То есть, у вас есть такая... А если они будут взаимодействованы, то эта энтропия, она же со временем будет меняться, наверное, только. Ну, если у вас... Ну, давайте я пару примеров просто проведу, чтобы там было понятно. То есть, если у вас есть... То есть, рассмотрим вот такую систему двумя спинами, да. То у нас какие могут быть волновые функции? Ну, разные могут быть волновые функции. То есть, вот такая механизма. Или, например, вот такая. То есть, это скажет ЦА-МА, а это скажет ЦУ. Вот. Ну, теперь мы, соответственно, матрицу плотности организовываем. То есть, матрица плотности, в первом случае, это просто матрица. Такая штука. Ее трейс. Если мы возьмем трейс по системе B. У нас матрица плотности, редюс-маритзенскими свой галитар. И поэтому, если мы для нее теперь энтропию посчитаем, то мы получим эту повышенную. Теперь, если мы будем делать то же самое для upside 2, то мы, на самом деле, получим 0. А получим мы после простых вычислений. То есть энтропия, для первого случая, это 0. А, это у нас, это у нас density matrix. И энтропия, она неполучно равняется 0. Если вы тот же самый эксперимент проделаете для второй wave function, то вы получите... По-моему, лог, вы гадите на муэк, может быть, в точность потанки. По-моему, такая, окей. То есть, в данном каком случае у вас матрица плотности, и ведет дэнс-мэтик просто... Ну, матрица не обязана быть диагональными, но, в общем, ее можно диагональзовать потом. Диагональзовать можете, конечно. То есть там, в этом случае, матрица выглядит так. Поэтому, если вы для нее посчитаете энтропию, то получите 0. А в этом случае, reduce density matrix будет выглядеть вот так. Поэтому, если вы для нее энтропию посчитаете, то получите органифм 0. В данном каком случае видно, как физический смысл перепутан. Физический смысл этой энтропии перепутан. То есть здесь эти две системы A и B никак не связаны. Это просто direct product. А здесь квантовое состояние, несмотря на то, что оно чисто, оно, тем не менее, перепутывает две системы, и поэтому получать не надо. Теперь эту величину можно определить в квантовых теориях поля. Точно так же. Обычно это делается путем разделения, то есть, скажем, нас для простоты. Вам в этой теории поля живет в три плюс один измерения. То есть, три пространственных, одно временное. И мы рисуем пространство, скажем, трехмерное пространство. Мы в трехмерном пространстве рисуем замкнутрь объем. Завернув его A. А все остальное – это его комплимент ZF. И теперь все степени свободы, которые живут здесь – это степени свободы, которые относятся к системе A. А все степени свободы снаружи квантовые – это, соответственно, система B. И мы точно так же определяем контрактивные перепутывания. И у него есть всякие разные хорошие свойства, из которых я парочку назову. Одно – это то, что для чистого состояния энтропия одинаковая. Для энтропии A равна энтропии B. А другое свойство заключается в том, что если вы, к примеру, будете считать энтропию для системы при конечной температуре, и размер... А, ну да, на самом деле из этого свойства сразу следует, что если у вас система A – это какой-то замкнутый объем, а система B – это все остальное, то энтропия волкна или списка как площадь поверхности. А, ну понятно, что поскольку энтропия у нас число и размер на стиле, то мы должны на что-то разделить. Единственное, на что мы можем разделить. Если у нас теория, к примеру, конформенная, то такой член можем разделить только на кордок. Эпсилон – это у нас кордокные решетки, то есть с размерами студены. Вот. Ну и в одном же предыдущем. Ну, кроме всего прочего, во всех... То есть эта энтропия сама по себе, она походится. Это неконечная причина. Ультрофеолета в пределе. И у нее основной член, который здесь готов, выглядит вот так. Честно, не знаю. Почему площадь еще? Можете сказать? Ну, потому что площадь – это... Одинаковая для внешней. Да. То есть площадь поверхности для А равна площади поверхности... Площадь поверхности, которая ограничивает объем А, равна площади поверхности, которая ограничивает объем В. В данном как этом случае... Это энтропия перекутывания. Да, это энтропия перекутывания. И это правда, то есть это утверждение, оно справедливо для чистого состояния. Только для чистого состояния. Для состояния, которое описывается в матрице плотности, это утверждение не будет правильным. И более того... То есть это второй пример. Вторая слость, которая это упомянует. Для состояния, которое описывается в матрице плотности... Ну, возьмем, например, матрице плотности, которая термальная. И предположим, что... Ну, в термальной теории там у вас есть... Температура задает какую-то размерность длины, на которую спадает квантры крыльяц. Предположим, что размер этого объема, A, гораздо больше, чем, скажем, объем этой области A, ZMV. И скажем, что длинный размер гораздо больше, чем характерный, грубо говоря, чем обратная температура. То есть характерный размер стадания. На данном случае вы можете ради небеса ухажения возвести к производству эту дробную степень. И его логика никак не поменяется. Да, ну вообще любой функции можно ответить от термальной черной державы. Единственное, что она должна быть меньше объема. Потому что перепутывание, грубо говоря, для меньшей степени слости. Ну да, то есть вы... Не обязательно рассматривать термальную матрицу плотности для этого. То есть это функция, которая меньше объема в пределе. Нет, ну... Для любой чистой волновой функции это подтверждение о том, что энтропия будет из всех. Площадь будет справедлива. А каким образом вы можете это казать? Или потому что она не объемом квадрат по размерности, степени, которая меньше, чем 3 вт. Вы ничего сказать не можете? Это, наверное, результат каких-то вычислений же. Правильно? Да. Или это из общих соображений написано? Нет. Это формула. Когда я ее писал, я беру, что у вас теория конформная. То есть если у вас теория конформная... А, да, теория конформная мы считаем энтропию перепутывания в... ...это есть там нет никаких размеров, там нет никаких масштабов. Нет. Когда вы говорите, что у вас... Когда вы говорите, что у вас... Сама координация, что это относится только к конформной делу? Ну да, конформная делу, без масштабов, да. Но в масштабе вы же можете все это дело развести в произвольную степень, там 1-3, типа 2-3, хеликуллин из двух. Наверное, еще. И лагерам будет та же самая. Ну, если вы разведете ее в произвольную... То есть вы берете волновую функцию, ground state, и возводите ее в произвольную степень, там нет масштабов. Поэтому вы не можете сказать, что что-то гораздо меньше, чем объем. Э, абсолютно не является двойцом. Э, э... Э, э... Да, да, это просто регулярно. Ультрафиолетовый регулярно. Да, да, это просто регулярно. Ультрафиолетовый регулярно. Ультрафиолетовый регулярно. Это ультрафиолетовый регулярно. Да? Это ультрафиолетовый регулярно. Значит, вернемся к конечной температуре. Значит, с конечной температуре, если у вас... То есть в данном конкретном случае у вас поведение энтропии для этого объема, оно должно себя вести... То есть, должно себя вести как объем умножить на плотность антропии. Потому что, то есть интуитивно, это можно понять из того факта, что если вы будете... В термодинамике это всегда так. В термодинамике это всегда так, а когда вы будете брать трейс по всем степеням, которые лежат снаружи этого вашего объема, то это вам будет давать член, который будет вести себя как площадь. Но основной член будет приходить просто из термодинамической энтропии, и поэтому энтропия перепутывания при конечной температуре будет вести себя в руки. Вот это два основных свойства, которые я вам помню. Честно, но вот то, что я старая, это как-то евроически легко сказать из этого деления, да? Для чистого состояния. Значит, там что-то типа трейс, грубо говоря, ров квадрата минус трейс квадрат... Ну, минус квадрат трейс, там что-то такое там. Ну, разница и сами у нас сейчас должна дрожаться, что-то такое. Да, это хороший вопрос. Это доказание. Может быть. Я думаю, что такие штуки, еще и на дырях должны были знать вообще. Ну, мы такие вещами очень занимались. Нет, это все председательное дело, что у нас было рекомендованность. Нет, определение... Нет, это все председательное дело. Нет, это все председательное дело. Она председательная ложь. Нет, нет, нет. Я хочу понять статус этих утверждений. Вот первое утверждение, для конфонтной теории, оно сделано из соображения, грубо говоря, размерности и отсутствия масштаба, или это результат какого-то вычисления? Эээ... И второе, второе, то же самое. Ром, там два утверждения, одно это САРОНОСБ, а другое для конфонтной теории. Нет, ну САРОНОСБ, видимо, это аэбраист, как бы мы можем доказать. Совершенно верно. То есть первое утверждение САРОНОСБ, это в общем, да, мы можем доказать. Второе утверждение, правда, это конфонтной теории. В принципе, мы можем придумывать теорию поля, в которой она не будет правильной. Например, если вы будете рассматривать теорию поля, теорию для Фермионов при конечной плодности, то у вас там будет Фермиповерхность, и, например, если вы рассматриваете в 3 плюс 1 миллион, то метрофия будет зависеть как... одну эргенду, вся эстика в квадрате 1-5. Что, естественно, больше, чем просто площадь. То есть это утверждение для конфонтных теорий. Ну, я кажется, что он разокремирует всех теорий. Уберение жизни, наверное, уже... Ну, на самом деле, это довольно полезное утверждение для конфонтных теорий, потому что мы можем проверить его, используя DSFT-соответствия. Ну, и проверить, где DSFT-соответствия. И DSFT-соответствия, если хотите. А... То это утверждение тоже можно проверить. Используя DSFT-соответствия. И именно об этом я бы хотел обвинуть сейчас. То есть, в принципе, эту энтропию перепутания считать в квадратовой теории более довольно сложно. То есть, в первом вычислении ее надо считать чистой. Даже для простых... На самом деле, в двумя одной теории ее можно посчитать аналитически. В 2 плюс 1 и в 3 плюс 1 измерения ее посчитать аналитически, наверное, нельзя. И первое вычисление, по-моему, сделал на Среднике в 1994 году. Он использовал компьютер. То есть, он считал энтропию для массивного скалярного поля, энтропию перепутывания для сфер с 3 плюс 1 измерения и получил вот этот результат для сферы. Для незаимодействующего массивного скалярного поля энтропия ведет себя как площадь сфер. А как это соотносится с тем, что вы говорили, что это только для конформных теорий? Ну, я говорю, что для конформных теорий это точно так. А, а для конформных теорий это точно так. Теперь я упомянул эти два условия, потому что их очень легко проверят, используя рецепт для вычисления тропии перепутывания в ATS-CFT соответствии. То есть, если эти соответствия у вас, как известно, есть конфонная теория. Конечно, не все теории бесконформны, но в данном случае у нас теория конфонная, которая живет по границе. И есть у нас пространство, PDS-пространство, которое вписывается в косметрике. Вот это просто решение о ранении Эйнштейна с негативных технологических компаний. То есть, если мы хотим посчитать энтропию перепутывания для какого-нибудь объекта, то есть это у нас 3 плюс одномерное пространство. Теперь мы возьмем в нем spatial slice, то есть пространственный слез, и нарисуем на нем эту область A. Теперь утверждение заключается в том, что мы можем посчитать энтропию перепутывания, используя DSS-CFT соответствия. И делается это путем нахождения минимального функционала. То есть мы берем и рисуем все возможные поверхности с кодом Эйнштейна, которые на границе аппоксимируются границей объема A. Потом мы просто берем и ищем такую поверхность, в которой минимизируется гипробьем, посчитанный в этой метке. Утверждение заключается в том, что этот гипробьем и есть значение энтропии перепутывания. Это вот такой рецепт вычисления энтропии перепутывания, используя DSS-CFT соответствия. В данном конкретном случае вы все считаете при конечном времени. То есть вы берете и... То есть у вас метрика, которая используется для... То есть это какой-то dimension plus surface. То есть одно измерение – это время, то есть его просто выкидывают. Ну да, т.е. DXM2 – это Минковский? А, да. DXM2 – это Минковский. Ну да, тогда у вас... То есть Z имеет такой же знак, как время, а не как пространство? Да, это имеет такой же знак, как пространство. А, пространство. А если вы возьмете эту поверхность, то есть, например, у вас не уровень, но, например, струны. Какую-нибудь такую струну. То есть это говорит, что у вас там на границе торм, если вы наложите инкриверлено какой-то... Более инкриверленное грануслое. Вот этот специфер продолжает работать. Ну, т.е. как я вижу, у вас балл уходит не струну, а какую струну, например. Ну, в данном конкретном случае у вас балл даже не струна уходит, потому что у вас... Какой струны заряженный гранус, чтобы вы входили в объем? Ну, это очень хороший вопрос. То есть это будет соответствовать какой-то... Да, это будет другой, периодичный струй за границей. Ну, ты тут же знаешь, как это будет? Нет, я не знаю, что это будет означать, с точки зрения теории Голи. То есть я не знаю, что... То есть вы можете посчитать, конечно. Ну, будет менее сложно это спить. Да, заряжная граница, да. Будет ли это торпить репутинги, будет ли это... Можно ли это как-то получить изотропию перепутывания? Я не знаю. Вот если использовать такой рецепт... То есть всем понятно, надо это рассчитать. Мы берем и считаем просто индуцированную метрику на этой поверхности. И находим такую поверхность, которая минимизирует объем в этой индуцированной метрике. То есть, например, если мы нарисуем здесь сферу, два сферы, то формула для этой... То есть нужно просто начать соответствующее дифференциальное уравнение, которое следует из действий. И формула для два сферы, на самом деле, ее можно просто написать. И потом можно почитать объем, и в частности, можно убедиться в том, что если у вас нет конечной температуры, то действительно у вас первый член будет вести себя как площадь поверхности разделить на котов квадратный. А потом тут будет еще алгоритмический член, который будет выглядеть вот так. Где L – это просто размер, радиус, радиус, радиус L. Где вот этот коэффициент, он имеет отношение к конформенной аномалии теории. Если вы то же самое будете проделывать в теории конечной температуры, то вам нужно будет написать другую метрику. То есть вам нужно будет написать метрику черной дыры, которая является ассинтетическим весом. И в ней вы можете проделать то же самое упражнение и получить вот этот соответствующий. Так что энтропия перепутывания из этого рецепта будет вести себя как объем умножить на плотность энтропии. Но это просто происходит от того, что поверхность, то есть когда у вас есть черная дыра, которая ассинтетически выглядит как ЭДСПС. То есть поверхность, когда у вас достаточно большой размер поверхности, больше, чем обратная температура, она падает вниз и потом фактически проходит по горизонту черной дыры. То есть поэтому в этом вычислении вы просто получаете площадь горизонта черной дыры и поэтому эта энтропия придется как объемность энтропии. Но это на самом деле просто примеры. Реальная эта форма была, как я уже сказал, в том году Риоид и Канаги доказана, по-моему, год назад Молдасенной и Левковичем. Теперь я хотел бы сказать несколько слов о C-функциях. C-функция это такая полезная вещь, которая, наверное, впервые была придумана замолочником в 80-х годах и придумана была в теориях двумерных теориях. В двумерных теориях, в двумерных конформных теориях, как вы знаете, конформная алгебра это алгебра Пирасора и она характеризуется одним центральным зарядом C. Теперь из молочников написал комбинацию двух точек. В общем случае, если у вас теория неконформная, то у C-тензора есть три независимых компонента. И если написать сумму, то можно написать три двух точки в зависимости от цивилизации. И показать, используя сохранение с C-тензора, что производная от этой величины по масштабу, она равна Windows 3xT 3xT. У вас есть три ненулевых двух точки, которые зависят от поляризации. То есть у вас есть tzz, т.е. в конформных координатах у вас есть tzz, tzzbar, tzzbar и tzzbar, что есть трейкс. То есть вы можете написать три трехточки, потом вы можете три двух точки, потом если выбрать правильные коэффициенты... А, это коэффициенты? Да, да, это какие-то коэффициенты. То есть их три. То есть если выбрать правильные коэффициенты, то используя сохранение с C-тензора, можно показать, что вот эта вот величина, она, если взять производную по масштабу, то она будет равна двух точке трейсер, вторая вложитель. Поэтому эта величина, она всегда отрицательна, производная по масштабу. И более того, если у вас теория конформенная, т.е. в фиксированных точках ряда группы, это величина, что равна центральному заряду. То есть,ными словами, у вас есть функция, которую вы можете определить по всему потоку. Предположим, что у вас есть поток ряда группы, который ведет вас из уперфиолетовой фиксированной точки, которая описывает какой-то конформенной теории, в инфракрасную фиксированную, т.е. которая описывает другой теории конформенной. У вас есть величина, которая определена везде, в этом потоке, и которая равна C в бутрофиолете и C в инфракрасе. И всегда уменьшается. Всегда теряем из молочи. А вот эти вот коэффициенты, они там же... Могут быть? Это же как бы... Компоненты... Компоненты вариантного тензора должны быть, нет? Нет, это просто число. Ну, неважно, все равно же там... Это же у вас там стоит тверка тензора, ну, там, одно тензорное увеличение с другим... Не-не, там это... Ну, у вас есть три компонента стрессно-считанца. То есть, я не знаю, четыре написать. Но, на самом деле, поскольку он трейслесс и симметрик, то у вас три независимых... У вас это матрица 2.0, которая симметрик трейслесс. То есть, у нее есть три независимых компонента. То есть... Эта функция, она же должна быть инвариантна относительно нагрузки, там, влога, смотри... Ну, да, да. Значит, это можно записать через какой-то инвариантный тензор, можно... Ну, с четырьмя импульсами, если хотите. Ну, там, в этом случае, вы же выбираете направление. То есть, когда вы выбрали этот вектор, правильно? А, WSL в этом способе. А, да, правильно. Это просто пространственный вектор, что ли? Да, это пространственный вектор. В общем, есть такая теорема и... И... Ну, что такое L у вас, L маленькая? L маленькая, это длина. То есть, у вас, скажем... Этот СНЖТ живет в нуле, а этот СНЖТ живет, скажем... И такой естественный вопрос, он достаточно уже давно... Это то, как... Можно ли определить подобные же С-функции в трёх измерениях и в четырёх измерениях? То есть, в данном случае мы видим, что С-функция равняется центральному заряду в двух измерениях. В четырёх измерениях утверждение заключается в том, что можно определить С-функцию... И она будет в конформных точках фиксированных. В фиксированных точках равна, так называемому, A-коэффициенту аномалии. Для того, чтобы понять, что такое A-коэффициент... Я уже говорил, что такое A-коэффициент аномалий. То есть, это член, который проявляется в аттракте перепутанными, в четырёх измерениях, при логарифе. Но, в принципе, у него есть ещё одно определение, более, как бы, уникальное. Если вы будете считать partition function для конформной теории поля на трёхом многообразии, и потом возьмёте и метрики сделаете в алюзию стерео, вот такое, то этот partition function, он, на самом деле, не вариантен, как вы думаете, что для конформной теории поля на трёхом никак не должен зависеть. А вместо этого у него есть аномальный член. Этих аномальных членов два. Один из них, коэффициент для этих аномальных членов, называется A-C. Вот A – это тот самый коэффициент, который появляется, когда тут перепутан, и он появляется, смотрите, при ой-доль-денции. Это коэффициент при ой-доль-денции в конформной аномалии. Торой коэффициент, который называется C, он появляется при ой-доль-денции. Вот рамки его от конца. И утверждение заключается в том, что, если можно определить C-функцию в четырёх измерениях, то она равняется этому коэффициенту A, то я фиксирую вот эту точку. Это Oiler Tense. Это коэффициент. Это такая плотность, которую если вы интегрировали, то получите Oiler Number, и 0 равно в четырёх измерениях. То есть вы берёте и садите вашу конформную теорию на кривую пространства. В кривом пространства есть метрика. Это, соответственно, то, что вы считаете на этой метрике. То есть теперь, если вы сделаете эти метрике Oiler Scanning, то Logarition Partition Function у вас сдвинется вот на эту точку. Это конформная нормальная. Коэффициенты при этих штуках, это... Они называются как ensemble charges, но, в общем, будут называть их коэффициентами конформная нормальная. Особенно у нас больше. А? А второе ощущение такое? Это Oiler. Oiler Tense. Он так говорит? Эдвей. Эдвей. Теперь, на самом деле... Можно вопрос, а если у нас в теории другие поля есть ещё, кроме ежи, у нас никакой зависимости от них, что ли, нету? Нет. Если у вас конформная теория, например, в сайте на кривое многообразие, то единственная зависимость, какой нормальный вы только от этого имеете. Ну, естественно, коэффициенты A и C будут зависеть от того, какая именно у вас конформная теория. То есть, например... Все таки зависит. Да, да. Понятно. Например, в Nicals 4 Super Angles у вас эти коэффициенты всегда равны. И это, на самом деле, очень такой факт важный для ADS-FT соответствия. Потому что если вы будете считать конформную аномалию используя ADS-FT, у вас будет... В общем, если вы будете считать конформную аномалию используя ADS-FT, у вас всегда получится ответ, что A равно C. Но большинство конформных теорий... На самом деле, конформная теория очень легко посчитать ADS- corrupt rules. Ну, в суперконформных теориях AC легко посчитать. И для проекта из них, естественно, A не равно C. На самом деле для свободной теории A не равно C. Поэтому большинство конформных теорий, естественно, этой условией не удовлетворяют. от одного важного условия, которое возникает из-за технических условий, то, что оно может описывать, только теория Са равна С. Вот. Но это утверждение, оно общее. То есть утверждение о том, что у вас в четырех измерениях есть и функция, которая сводится к фиксированным точкам, оно, на самом деле, справедливо для любых аналоговых теорий, оно было доказано недавно Комаргоцкий и Швиммер. Но это доказательство, например, то есть это доказательство, оно, на самом деле, не всеобъемлющее. Например, оно не определяет за функцию на протяжении всей траектории или иной группы. То есть оно просто говорит, что A в UB обязательно больше, чем A в Infrared. А что происходит? Как определить за функцию в или иной группе, это доказательство не может сказать. И потом это доказательство не работает другими. То есть, например, если мы хотим понять, как определиться функцию в трех измерениях или, например, в пяти, то есть мы пока не знаем, как это сделать. И на самом деле эта функция полезна для нас, потому что она может вам сказать, какая у вас, то есть, ну иногда она может вам сказать, какая у вас инфракрасная теория. Например, простандартный пример, это ЭХТ с большим количеством цветов и большим количеством кварка. То есть, если мы тут отложим nf then c, то мы знаем, что если у вас nf маленькая, редкая единица, то кварки, естественно, никакой вроде не играют. И у вас теория компания будет. То есть, у вас теория есть nf. И есть nf. И есть nf. То есть, что nf у вас ведется так, как nf квадратный. С другой стороны, мы также знаем, что если у вас nf больше, чем nf, то у вас теория просто теряет асимметатическую свободу. И когда у вас nf чуть-чуть меньше, чем nf, то вы знаете, что у вас... То есть, вы можете посчитать, найти второй ноль бета-функции, и вы знаете, что теория у вас нет. То есть, это фиксирует на точку nf. То есть, у вас где-то здесь теория конфайна, а где-то здесь теория с конфайном. И вопрос сейчас в том, где происходит фазовый переход между этими двумя режимами. В принципе, если у вас эта функция есть, которая ведет себя как... Которая считает степень свободы, и ведет себя, например, как nf-square, умноженное какое-то число для конфайной двумя режимами, потому что у вас правильно степень свободы в этом режиме. А с другой стороны, в ультрафиолете у вас правильные степень свободы – это кварки. То есть, они ведут себя как к nc, умноженное на nf. То есть, для того, чтобы у вас, например, если у вас есть c-функция, которая удовлетворяет условия, что в инфракрасе она всегда меньше, чем в ультрафиолете, то вы можете сказать, что для режима конфаймента у вас есть... То есть, для конфаймента у вас будет утверждение типа nf меньше, чем число на nc. То есть, вы можете сказать, что у вас ниже, чем... То есть, выше, чем, например, какое-то число, у вас конфаймента хоть не может. То есть, если у вас nf больше, чем какое-то число, то у вас не может быть конфаймента. В инфрарейде у вас теория обязана быть конформина. То есть, для таких вещей цифункция полезна. А все-таки, я не помню. Вот в инфрарейде цифункцию определили ям и много, да? А вот в четырехмере или что там вам надо? Да-да-да. Я не определяю. Вы говорите, что вот доказано было, что в стационарных точках c-отель оно там, ну вот этому коэффициенту нормальное. Ага. Но для этого же нужно определить эту... Да-да. Совершенно верно. Я ее не определил. То есть, гипотеза утверждается в том, что можно определить цифункцию этой гипотези. Она утверждается в том, что можно определить цифункцию, которая равна этому коэффициенту a в фиксированных точках и уменьшается. Тот факт, что a в фиксированных точках всегда уменьшается доказан. Тот факт, что можно определить такую цифункцию не доказан. Именно для этого люди пытаются использовать энтропию при пути. Доказан такой факт, что есть какой-то коррелятор или что? Я не понимаю. Доказан факт, что нет... Определения в четырехмерии нет. Что тогда там не доказано? Окей, окей. Доказан следующий факт. Если у вас есть две комфортные теории, которые связаны с потоком рейном группы, то a-коэффициент для теории в инфракрасе будет меньше, чем a-коэффициент для теории в мультифиолете. That's why the case. А-коэффициент для и благодетного инфракраса? Это, на самом деле, достаточно нетривиальный факт. То есть, как я пытался тут описывать, этот факт, он может быть очень полезен для понимания инфракрасной структуры вообще теории. Нет, я не говорю, что это премиальный факт. Я говорю просто, что это для того, чтобы определиться функцию, это, так сказать, с этой точки зрения, это ничего. Ну, вы знаете, например, что ваша функция, она должна сводиться к a-коэффициенту фиксированных точек. Вы хотите и так? Я хочу и так определить, ребята. Трудный стационарный журнал попытки, по крайней мере, через четырехточечные крылья, если вы видите. Вот здесь, как бы, мы думали через двух точек, а там через четырех точек. Ну, ну и в силе структуры пока. Ну да. А если просто сказать, что вот a, например, монотонно всегда идёт, а он и действует функция. Ну, a определена только в конформе точек. А определена только в этой конформе теории. Какой трейсер? Какой трейсер? Это формула конформная аномалия в основном поле. Да. Для неконформной теории конформная аномалия не обязана в основном поле. Нет. Сейчас. Я, может быть, путаю. Мне казалось, что в промежуточной точке, например, берем какой-нибудь цоперку сидит, будет разделять, она свободна, и это рассматривается как комфортность. Так, чтобы идти в низкую масштабу, она не комфортна. Но в инфракрасе она может проходить на комфортную инфракрасную точку. В промежуточной нет. Поэтому вот эти коэффициенты А от мю, если от мю, где мю скейт, они в промежуточных точках – это неконформные вещи. Они только на контактах установки конформные. Ну да, проблема заключается в том, что у вас, когда есть масштаб в теории, то есть когда вы где-нибудь в неофиксированной точке считаете, то конформная аномалия у вас не будет этой формулы поражаться. То есть это будет более сложное движение. Ну, формула 2, это само по себе не требует комфортности. Просто комфортности А и С становятся конкретными числами. А когда вы идете по скейтлу, они меняются, и вы не знаете как? Я не думаю, что эта формула справедлива, когда вы отойдете от фиксированной точки. То есть вы можете там все, что угодно, написать. То есть у вас там будет масло, например. Ну да, его можно посчитать, и я думаю, что результат будет. Если у вас нет, то там же другие вклады, естественно, будут. Это очень удобно. Уданное, если это, естественно, решение. Спокойной. Есть. Окей. А, ну да, если она не реакторная, там будет, например, цифункция, глионная вклада и так далее. Ну да. Ну да. Кроме этого достаточно. Да. Теперь, как было совершенно верно замечено, цифункцию я не определил. Но будет вам непонятно, как ее определять. Ну, она... Ну, это не такое, что ты же говоришь. В сексированной точки, в цифункция глиона вылетает. Ну, вот эта цифункция, зачем она все-таки нужна? То есть с точки зрения, вы говорите, вы хотите ее... Ну, то есть, если я правильно... Это на бедность. Если ничего мы вообще не знаем, то хоть что-то... Ну, я думаю, что сейчас муха у меня в 13-м. Нет, ну почему муха? Хочешь что-то, если вообще ничего не знаю? Ну, на этот вопрос есть два ответа. То есть, один из ответов заключается в том, что мы не знаем за функцию для... То есть, мы не знаем ее даже, чему она должна равняться, когда есть некие... Это чудо мысли, но мы не знаем, чему она должна равняться даже в фиксированных точках для трехмерных теорий. Для трехмерных теорий, на самом деле, очень полезно знать вот такие вот вещи. То есть, в конденсматере есть примеры, где вы очень хорошо знали, какая у вас теория в инфрагрессе есть в ней, отгарка или нет. Ну, в конденсматере обычно трафиолет вообще никому не интересует. Ну, вы можете взять какой-нибудь простой трафиолет, я не знаю, электронный, где вы не можете там все посчитать. А, да, то есть, вас, естественно, интересует, какая будет теория в инфрагрессе. То есть, знать эти вещи полезно. Более такая абстрактная мотивация заключается в том, что, ну вообще, не знаю, просто интересно знать эту функцию. То есть, есть ли она в... можно ли ее определить для всех его и поля. То есть, например, для цифункции в двух измерениях, справедливо, что она описывает грейдинг слог. То есть, там есть такая методка замолочка, которую нужно определить и... То есть, она вам накладывает какие-то... накладывает какие-то ограничения на многообразие переполи. То есть, вы можете переполи, там, вдруг рассматривать как многообразие, которое параметризуется в константной связи. И abjflow у вас просто это какая-то траектория на этом многообразии в константной связи. То есть, функция говорит о том, что все такие траектории, там, они грейдинг слог. Грейдинг, грейдинг. Вопрос в том, можно ли это тоже самое нуждение доказать в трех, четырех, пяти измерениях траектории. То есть, вы хотите, чтобы от вашего определения какие-то хорошие свойства, кроме того, что... Ну да. ...какие-то значения у вас там, так сказать, должны быть формироваться? Еще же куча... Ну, куча... Нет, ну, кроме всего прошлого, я хочу понять... То есть, тот факт, что A, например, в А в ультрафиолете больше, чем А в антокрасе, вот, оказывается, в четырех измерениях. В трех измерениях мы даже не можем ничего доказать. Мы даже не знаем, что считать. То есть, у нас есть мысли так черные, но мы точно не знаем. И надежда на то, что, если вы можете определять эту функцию, что будет работать на всех измерениях, то, в частности, она будет работать для трех. То есть, вы будете знать, что там на самом деле работает, как доказано. Ну, это, скажем так, самая такая... Если вам хочется чего-то, что имеет непосредственное отношение к миниатой, к миниатой, к миниатой, к миниатой... Ну, это сильно напоминает религию. Ты не можешь дать определения добра, но это не мешает тебе молиться. А уж на счет привлажения, так сказать, нам вообще с этим делать трудно. Как что-то занимает там своей идеей. Как и так. Как и так, как это дано. Так. Кажестно. Я не знаю, что в этой ситуации. Наверное, что в этой ситуации будет много вопросов. Потому что мне кажется, что я не знаю, что ты делаешь. Могут яйцик. Как и так. А ты, пожалуйста, я вам сейчас прямо говорю другому. Как и так. В этой ситуации... Когда у вас есть килограммографическая дуальность, то я считаю это очень просто, используя вот этот рецепт, такая нагия рев. И поэтому люди часто пытаются использовать RTS-SFT-соответствие для того, чтобы определить антрофюль припутанного, и доказать, что она выше. В частности, например, для двух измерений, для 2 плюс 1, известно, что трактория при перепутывании приноформных теорий ведется как, там, как в данном случае, это просто периметр. То есть мы считаем трактория при перепутывании теперь для наизистов, она ведется как периметр этого диска измерения картон, потом у нее есть логарифмический член. Это коэффициент при этом логарифмическом члене. Вы можете почитать разными способами. И во всех примерах, которые люди его считали, он вел себя как цифунксом. То есть если у вас есть какой-то фиолетовая фиксированная точка и инфракрасная фиксированная точка, то он всегда уменьшался. Поэтому, если мы возьмем и посчитаем, то есть была такая гипотеза, что мы можем взять и определить цифункцию двух измерений, как правилы 9 в 10 правил, 1 в 1 умножить на 1 в 2. Вот такая гипотеза. Понятно, что если у нас конформная теория поля, то у нас вот этот член делополучно убивается, А, в конформтеории поля вообще больше получается, а, можно в конформтеории поля, то у вас, в конформтеории поля, вы получаете эту f-функцию, то есть у вас правильное поведение. Ну, похожую формулу можно написать в 3 плюс 1 измерения для того, чтобы коэффициент не было корректной измерения. То есть у вас не будет, я не знаю, квадратный типа делал квадратный минус. Ну, что у вас осталось только коэффициент для корректма, а то я знаю, что все будет. Ну, да, да. То есть вы фактически берете и не используете коэффициальный квадрат на вашу археоперепутывание так, чтобы у вас только коэффициент для корректма остался. Вот такие, значит, это все гипотезы. Теперь вопрос заключается в том, работают ли эти гипотезы. Двух измерениях и ботезы работают очень хорошо. Двух измерениях я напишу. Вот такой глупый вопрос. Вот вы говорите все время про каток. Я думаю, что у вас эта величина, которой вы интересуетесь, это суперсидирующий H&M, да? А это от способа регуляризации зависит или нет? Казалось бы, вы не можете на фоне этого потерять? Да, это очень хороший вопрос. Вам нужно извлечь что-то такое, что не зависит от регуляризации. Но здесь, в этом случае, эта величина не зависит от которой. То есть тут, естественно, у нас вот этот фон. Константа меняется от способа регуляризации. Ну да. Константа перед его грифом нет. Да. Теперь посмотрим на то, что происходит в двух измерениях. То есть в двух измерениях вам нужно знать энтропию перепутывания для данных веном случае. То есть в двух измерениях на самом деле можно доказать, что это хорошие цепутки. В двух измерениях вам нужно посчитать энтропию перепутывания для интервала. То есть у вас есть интервал, л, вы для него можете посчитать энтропию перепутывания, а это число можно посчитать точно в конформентеории поля. Потому что в конформентеории поля это число, оно будет иметь отношение к двух точке оператора Туис Роби Форд. Ну я, наверное, про это буду говорить. В общем, все это заключается в том, что дух измерениях эту энтропию можно посчитать. Это было сделано картой, по-моему. И она равна цель на 6, на 3, на 1. Где цель-то центральный заряд. Поэтому, если вы возьмете теперь и посчитаете LgbDL от этой величины, ну я, естественно, карт готов. Теперь, если вы возьмете и посчитаете LgbDL от этой величины, то вы получите центральный заряд. В крайней мере, эта штука удовлетворяет условия о том, что она равняется центральным зарядом фиксированным точкам. Но, на самом деле, все гораздо грехнее в двух измерениях. Потому что вы, на самом деле, можете доказать, что вот эта штука, она монотонна. То есть вы можете доказать, что это действительно c-функция. То есть эта c-функция, в отличие от c-функции Замолодчикова, которую мы определили, используя тропию перепутанных. То есть ц-функция Замолодчикова, это, в общем, двухточка связан с шестенцером, может доказать, что она c-функция. А тут мы определили другую ц-функцию, в которой те же самые, ну, некоторые из ее свойств те же самые. В частности, она освоится к центральному заряду. И она в том, и это можно доказать. Но она тоже так не будет. Доказать отличие от ц-функции? Да. Это отличие от ц-функции. Да. Это было сделано Кассини и Куэрпы в последнем месте. А это в этом мире все-таки симметричные теории делалось? Да. А, то есть, от этого не зависит, да? Это для любых теории. Просто вы написали, я деля сорта, это лосса для конформного кредера, да? А в промежутке она как-то как попало. В промежутке она да, ведется как попало. То есть, это утверждение. Вы определяете таким образом? Да. Я определяю для двумерной пиворицы по величину. И могу доказать, что в 9 секту в радио меньше нуля. Ну и равно. Но равно нулю в фиксированных точках. И оно сводится к центральному заряду от прогрессора фиксированных точек. То есть, оказатель, на самом деле, очень красивый. Оно использует мунитарность теории. И этот факт, что энтропия перепутана, зависит от штуки, которая называется, я не знаю как паровки, Козлал Дайм, или Козлал Дайм? Козлал Дайм? Козлал Дайм? Козлал. Влечебное развитие. Казлал. То есть, то есть, это если у вас есть, ну, это фактически если у вас есть пространство, И у вас это граница этого вашего… Ну, в данном случае, как бы, все очень просто. То есть, у вас 1 плюс 1 измерение, если у вас есть интервал, это просто… То есть, это время, этот интервал, это вот те точки, которые причинно связаны с точками вашего интервала. Ну, к сожалению, для трех измерений… Ну, на самом деле, не буду говорить много насчет трех измерений, но теперь мы можем попытаться… Ну да, для трех измерений такое простое доказательство не работает. Поэтому для трех измерений… Для трех-четырех и так далее измерений… Мы пытались использовать эти ДСФТ соответственно. Для того, чтобы доказать то, что… Вот это, к примеру, это цифра. Но, к сожалению… То есть, ДСФТ случалось в том, что… А можно вот еще раз вопрос… Вот вы нарисовали там осимпотику. Вот тот аппарат, о котором вы написали, он, конечно, логарифм не убьет, да? Ну, в смысле, не превратит… Ну, он ДСФ не выкинет, короче… ДСФ не выкинет, правильно я понимаю? А логарифм не убьет… Он, 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 он как раз обзавляет… Оставляет… Если вот вы еще слева допишете или ДПДЛ, то, наверное, только логарифм останется, если так… Нет… Этот аппарат уже логарифм… То есть не логарифм, а фестерин прилогарифм? Кэффициент прилогарифм? Кэффициент прилогарифм? Вот если вы… Ну, это уже будет оператор второго порядка. Нет… Рома. Эт и 1-2 превращают аппарат в 1, если это не что-то, то будет 0. Тогда вам минус 1 обучили… Минус 1, он… Минус 1 обучили… Минус 1 оставляет… А если вы вы… А если вы вы… Погалифицировали, у вас только это осталось, нет? Да. Я, наверное, не правильно написал точно… но это все-таки важно, потому что это оператор второго порядка, а не первого ну да, да как каратор? нет, так да, так да минус единица равна существенно, чтобы убить L или E всего иначе ты не можешь огнять двойку, она тебя ничего не убит это можешь еще раз продифференцировать? ну... ну и что? ну и что? а? ну, вы понимаете, дифференцировать алгарифм у меня ведь все, так сказать ты можешь построить там, дифференцироваться для того, что... ну, гипотеза такая, что вам надо получить F, да а он как-то... ну, вот такой предел, да F, как вы получите, так как написали не получите, так получите на любые номер 5, я не маршрую я просто спросил ты знаешь, старый этот, когда один другого спрашивает ты, говорит, на суахиле говоришь, он говорит, не то что? чего вам спросить-то можно? ну, ребят, за упражнение подлечения... ну, нет, 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 я просто не проливор был написал нет, ну, вы же хоть что хотите угадать? я думаю, что таких операторов можно о прогрессии описать, которые бы там первое слога его убивали, а другое убивали... ну да, в данном случае, ну да, хороший вопрос вопрос звучит в том, как выглядит ТС-функция трех измерений то есть в двух измерениях доказательство работает вот именно для вот этой ТС-функции то есть если вы напишите что-то другое, то оно вам работать не будет то есть в двух измерениях доказательство работает только для ТС-функции в трех измерениях можно написать что-то другое вы просто мне говорите, что ТС-функция это, так сказать, энтропия, на которой действует какой-то оператор да, вы пытаетесь оператор искать, но само по себе, что это вот линейный дифференциальный оператор, действующий на энтропию это само по себе очень чересчур сильная гипотеза в данном случае она работает почему может быть дифференциальный? в трех измерениях? ну да, совершенно верно в трех измерениях, ты знаешь, что ты знал ответ сначала то я помню, что это не горит то есть где-то нашло, это уже ответ нет, ну тогда что, можно сделать, интегрировать ну даже не что вы не знаете ответ ну конечно, я же не говорю но поэтому уравнение не при чем главное, что ты знаешь ответ нет, ну на самом деле, к сожалению, ответ в трех измерения не знаем нет, энтропия это вот как-то определило вот есть энтропия, ее можно в конце концов взять на решетке считать в общем, у меня еще физические смыслы так сказать, вот эта C-функция она же не знает, что это поэтому пытается как-то вот физическую лечвину связать с нефизической совершенно верно я бы, конечно, это не сказал явно, но я пришел в данном случае к тем вопросам, которые не знаю то есть ну это наверное хорошо не знаю то есть в данном случае мы пытаемся понять, можно ли например, доказать, что такая длительная является C-функцией на текущий момент статус такой, что доказательство доказательство то есть идея заключалась в том, что можно было бы использовать DTSF-соответствие и поскольку там легко считать этапы и примут аналитическим путем ну и естественно, мазух на начальство умеря, потому что с умеряем мы знаем что любые докторы эти являются C-функцией но я прошу прощения, я не понимаю если вы если вы считаете энтропию да? то зачем вам все это C-функция? это уже мелкое ответственность от того, что вы знаете энтропию но проблема в том, что она не является C-функцией это не важно энтропия это некая терминологическая функция из которой там деференцируешь сколько надо что угодно получишь это наверное то есть энтропия а C-то зачем нужно не очень ясно ну зачем нужна C я уже попытался мотивировать а насчет энтропии совершенно верно то есть у вас есть эта энтропия перепутанная но не совсем понятно, что с ней можно делать а что это Пуркин не на английском что? ну ну потому что у вас на самом деле температура у нас есть на английском когда он Grant упор обеспечивает я не знаю но если у вас есть реальная температура то вы знаете как считать энтропию то есть это отдельная отдельная задача которую вы знаете как решать на самом деле какие-то хитрости есть если температура равна вы можете определить с элементарным воспреждением спектра элементарных возбуждений вы, конечно у вас не складываете теорию поля вы пытаетесь найти как спектр возбуждения зависит от температуры И тут наступает ступень, потому что вы не можете это определить. Вы можете определить функцию Грина в дискретных точках на эвклидовской оси. Вы можете сделать энергетическое продолжение. И вот только я знаю один пример, как Балкеша, так сказать, где-то он находит личную физику функции температуры, но, так сказать, вот таким гранатическим способом квантовой теории Грина вы должны научиться. Часто на этом с квантовой теорией Грина. Что ты говоришь, Витя? Ты что? Теория звезд-проводимость, БКШ. У тебя сектор корень из Дельта квадрата плюс Эпсилон квадрата. Дельта из функции температуры. Это функция температуры, непрерывная функция, которая падает от Дельта ноль до нуля. Как она меняется? Как она меняется? У тебя же не всегда щиты меняются. Как она меняется? У тебя корень из Дельта квадрата плюс Эпсилон квадрата. Дельта из функции температуры. То есть те, кто меняется, они меняются. Да, да, да. Вы спрашиваете, а как пандовая теория поля найти? Хорошо эта цель, так сказать, Троица была широко умная, построили вариационную функцию со счетами. А как пандовая теория поля? Ну, это, конечно, проявление. Это, конечно, очень интересный. И на эту тему можно было бы сказать, что люди, например, использовали ЭДС и ЭФТ соответствия, чтобы высчитать транспортные коэффициенты в Элипус 4, в преамиле себе конечную температуру. То есть это вы там можете сделать. Это отлично. А в этом вещи считается, действительно. Можно там теплоемкость считать? Не-не-не, это не, теплоемкость вы считаете в Эфт-Лидовой теории. Это вычисление чисто Лорензе. Ну да, но в Роня, как раз, считается оттуда отсюда, потому что вот это адаптивная леативность. Но вы можете считать чисто Лорензе в вещи. То есть, например, любить... А спектр однужения? Как случилось, как в концу эти операции? Если у вас есть, например, ЭДС-СФТ соответственно, нужно считать в азиномальной моде. Как? В азиномальной моде. И, например, в этой wahic, в 2 грамме черной дыры. Симпатические отделы черной дыры. И где же она температура? Температура. Что определяет температуру черной дыры? Вы можете широко сведеть температуру. А температура граничной теории в граде черной дыры while being. Нужно смотреться на это разбуждение на фоне такой черной дыры. И это связано с аспектом теории иゲRO-борка всех умеров. начинаем но это отдельная совершенно история вот смотрите, вы говорите у вас вы какие-то испытанные в зависимости от того, чтобы читать трофеи а это соответственно подразумевает а вы хотите определить эту цель да, это хороший вопрос то есть на самом деле DSAFT определенный есть примеры где у вас DSAFT описаны по топливному то есть у вас есть например, NPL4 на границе потом вы включаете какой-то и у вас теория плывет в другую инфракрасу есть примеры, где вы можете DSAFT отписывать полностью в данном в данном случае это очень реаловый вопрос, потому что история с спектром возбуждения очень интересная, но на самом деле она нашей деятельности непосредственно отношения не имеет мы хотим описать функции у нас на самом деле не имеют никаких проблем потому что мы не знаем как описывать как описывать унитарность в пространствах, которые описывают подопленную группу то есть мы можем написать решение уравнения Эйнштейна которые выглядят как ADS в ультрафиолете выглядят как ADS в инфрарейде и как-то там себя ведут для этого нам нужно вместо просто космологической константы добавить туда матери действия как это вообще делать с унитарностью обсудить я про чем дыру вообще ничего не говорю сейчас я про конечную про нулевую температуру рассказываю а как обсудить дело с унитарностью черной дыры, ну это хороший вопрос ну там еще одно и мнение да 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 трех человек четыре людей да то есть то есть то есть то есть то есть то есть извините извините я просто написал на меня знакомый ответ и какие же там мнения это не Коккин поднял во-первых вопрос а потом люди во все стороны доказывали что нет хорошего и вот последний сегодня тогда все нормально нормально в каком смысле есть ли нет не нет а куда делаются те что они там то скриппадуют я предлагаю а вы продолжили потом перенетели я я я я думаю эту систему я понимаю что я так вкратце обрисую проблем которые у нас у нас мы на самом деле не понимаем даже как доказывать в двухмере в голографической теории то что вот эта вот штука это цифункция потому что мы на самом деле совсем понимаем двух даже двух так вы же сказали что там все уже доказано в теории поля используя монетарность доказано мы не знаем как определять как для голографической конструкции которая описывает потопленную группы определять монетарность как определять монетарную линию то есть такая гипотеза что монетарность в теориях она имеет отношение к науэнерджик андиш нужно люверс вход такого бугло это условие на то что у вас есть в теории материи то то для нулевых какок кто на втором вектор на более меняемом языке это что? положительность энергии поток энергии энергии течет пеной из скорости света то есть есть причины, по которым мы думаем, что научная вещь в географической теории это принципиальная вещь, которой я не буду даваться но идея заключалась в том, чтобы использовать уравнение R4 для того, чтобы показать, что это является ц-функцией но пока успеха данный подход не принес а что у нас для уравнения? ну, это уравнение для такой штуки, которая называется expansion of Null J-Discence то есть если у вас есть... ну, в общем, есть такое уравнение есть такая штука, называется expansion of Null J-Discence для него есть уравнение мне кажется, что вы говорили, следим за внимание и сделаем, сколько угодно, таких аналогичных, равных всех функций у которых вы только оканчиваете и все и я, когда по дороге они будут заранее ну, главное, определение того, чего вы вообще хотите да ну, хорошо бы хотя бы одну цифункцию определить то есть, в этом мере у нас... ну, вот у нас есть определение в той мере у нас определена цифункция для через энтропию перепутки да, я хочу через энтропию определиться функцию трех измерений неплохо было бы понять, как... а, поскольку мне считать в трех измерениях сложно и такая вот конструкция конструкцию я нарисовал в общем, доказательства кассейни и хуэрты не работают в измерениях больше, чем два нужно какие-то другие методы использовать один из этих методов это idea safety соответствия но пока как бы мы на этом работаем вторая вещь, которую вы можете пытаться придумать это использовать то есть эта энтропия перепутанная она, на самом деле, не только хороша для того, чтобы цифункцию определять народ ее, в частности, использует для того, чтобы понять была серия статей, в которой они пытались использовать ее для понимания того, как выглядит теория полевого инфракраса то есть, как я уже говорил, для теории сферной поверхности основное поведение этропии перепутывания это, например, в трех плюсах измерения это L в квадрате и L в L вместо L в квадрате то есть это возникает из-за того, что у вас сферной поверхности есть и, грубо говоря, на каждой точке сферной поверхности у вас есть бесчелеевое пограждение поэтому он дает нам логарифм а без размера фирмоповерности он идет себе как отскор то есть, грубо говоря, оттуда возникает и люди пытались понять то есть, пишут, к примеру, какую-нибудь теорию в которой какую-нибудь лографическую теорию считают для этропии перепутывания и иногда там получается вот такое поведение этропии перепутывания и люди говорят что вот, смотрите, у нас эти теории описывают фирмоповерности в фракрасе то есть, например, такая петли потом мы траты перепутывания сейчас как, наверное, известно используются для понимания того, что происходит с черными петерами поскольку у нас теория полиноприконечной температуре связана с черными петерами через идея сети соответствия то мы можем, например, пытаться понять пытаться что-то о черными петерами сказать то есть, на самом деле, этропия перепутывания можно не обязательно использовать для этой функции ее можно использовать разными путями и поэтому недавно было предложено еще одно такое полезное измерение перепутывания в названии метангом негативе которое я обещал бы сказать но, я не знаю, есть ли у меня опять? Ну, расскажите это это то есть еще одна вещь, которую мы пытались понять в последнее время негативити это как считать этапную негативитию можно ли для нее тоже написать биографическое биографическое определение с этапом негативити это следующая вещь вы берете и делите свое пространство на пространство а б и все остальное то есть у вас есть а есть б и все остальное теперь вы берете для начала трейс по всему остальному пространство то есть у вас ро и б и потом вы берете и делаете паршил транспорс относительно одного из этих многообразий например относительно бит то есть у вас ро это у него, грубо говоря, есть индекс один из этих индексов это другой индекс таки другой b' это индекс столбца где partial транспорт в соответствии b это просто я беру и где-то два индекса приставляю то есть я получил такую матрицу эта матрица уже не является матрицей плотности поэтому в частности ее трейс не равен 1 у нее могут быть отрицательные айгэмбертости но что-то я не думаю а трейс разум а а разуме недавно это пад но трейс почему трейс меняется в такой операции то есть вы матрицу сильно поменяли если у вас был просто direct product то он не поменяется но когда эти две штуки они связаны между собой именно поэтому он в мере перепутан то есть когда у вас нет никакого квантового перепутывания матрица просто является direct product когда у вас этот трейс никак не поменяется но когда у вас матрица плотности как-то материальным образом она действительно свободно мешает то у вас поменяется трейс Разве не есть сумма по парам АВ, РОВ, РОВ? Ну тут, видишь, пары-то другие. Никаких шлихов нет, еще раз. Сумма по парам АВ, РОВ, РОВ. Обычное определение трейса. Это у вас как бы мультииндекс такой, да? АВ, РОВ, РОВ, РОВ. По парам АВ, РОВ. По парам АВ, РОВ, РОВ. Нет? Нет, я вообще не понимаю. Может трейс сохраняется? А, или вы по одному? Какая разница? АВ, РОВ. А еще один такой вопрос. Когда вы тропию вычислили, то есть наша функция, которая сублидинг то, что называется. Хорошо известно, что, скажем, эффект Казимира, это тоже типичный пример сублидинга эффекта. Там у вас положительная и отрицательная, положительная и отрицательная. Зависит от геометрии, от формы, от контура зависит. Если круглая, а два там круглого объекта с определенным соотношением другое. Может у вас эти коэффициенты тоже при этих субгейлингах, они не только определяются, грубо говоря, периметром, но и формой вот этого самого контура? Ну да, конечно. То есть эти коэффициенты, на самом деле в комфортных теориях вы знаете, чему равны эти коэффициенты. В частности. Поэтому я всегда и говорил, что мы считаем это сферу. Когда вы это делаете для сфер, то ваш коэффициент номер четырех измерений, это a, а в общем случае… Да, а в общем случае… А в общем случае… Если вы начнете сплющивать, то это будет сумма a и c коэффициентов, и в четырех измерений, например, натичку мы хотели получить минами. То есть там уже может быть какой-то качественный выход? Да, да. В общем случае это будет сумма a и c коэффициентов. Ну и в общем случае будет сумма a и c коэффициентов. И они же не знака определённый, а определённый. То есть для знака определённый. Ну, из качества не происходят, ещё раз, но знак снился. Это вопрос хороший. A и c, конечно, положительный. То есть это на самом деле… Вот этот F, который с первой стручки, что про него известно? Кто-то известно, что он положительный, а не отрицательный? Ну, про F, на самом деле, мало что известно. То есть в трех измерениях ситуация сложная, потому что он где-то аномалийконформен. Поэтому про F известно мало что только. Ну, может зависит от культура. Может быть положительный, наверное, отрицательный. То есть таких примеров очень много. Ну да, да. То есть в трех измерениях мы в центре плохо понимаем, что такое слое. В четырёх измерениях мы знаем, что a и c положительный. Ну что, структура всё-таки проходит очень специфический культур такой. Возьму прямой угольника и буду его, так сказать, вытягивать так, что периметр у меня сохраняется. Ну, тогда у вас получится… А может, он будет стремиться к нулю? Да, тогда у вас получится сумма. Сумма коэффициентов. Коэффициентов. Каких? Ну, a и c, если вы в трех плюс один измерений. Да. То есть у вас получится сумма коэффициентов, которые вы можете посчитать. Ну, то есть они тоже будут, эти a и c тоже будут функциями, так сказать, культура. Не-не, a и c – это всегда просто числа, которые цельком полностью заданно конформатировали. a и c будут указаться на числа, которые вы можете посчитать как функцию вашего агратора. То есть коэффициенты при a и c будут зависеть от генератора? Да, совершенно верно. Ну, то есть это вот ваш трейс, там, как-то по догонам определенного, что в этом смысле будет выровано. Ну, а за какой арифметикой занимает? Не-не, это хороший вопрос, на счет трейс. Ну, есть там какое-то определение, позволяйте ли? Тебе это доказать, заполнить не могу. А если после глаза не кусается, любая отрезка, как генетически, я должен это не хотели тебе определить. Хорошо. А если отрезок B, есть остальное уже. Все это, все это, все это. То есть не связанное отрезком? Да-да-да. Размещенное отрезком. На усы. У него два трейска. Держим. Вот, что это и будет на данном случае? Тебе эти два трейска противодействия. Анют-другой, отрезков. Если у вас два трейска есть, то это фактически есть ситуация для двух трейска. Ну, да, вот это же самый простой, а ты уже, кстати, вот. Да, да, да. Э, Бронатерически спрашивается, что это? Ну, нет, вот это определение. А, у меня такой вот начленовый сайт. Ответ, на самом деле, для двух отрезков... Хороший вопрос. То есть, в общем случае, для двух отрезков отрезков, даже в конформной теории... То есть, в общем случае для двух отрезков нет ли четырех точка, оператора Твиста. Ну да, но тем не менее. Вы там вот sensitivity известны, казалось бы? Четырех точка в общем случае надо будет считать. Не, wasn't you, instead of you. Ну, может, да, мне поверьте, что даже из этих отзывов отличается? Четырех точка... Четырех точка? Не, конечно. Откуда pan venom четырех точка? Этот четырех точка, оператор Твиста, заключает. Конечно, в минимальной модели можно считать... Да, минимальный модель, да, минимальный модель. Не то, на самом деле, не факт, потому что у вас оператор твиста, он, на самом деле, не обязан быть оператором, у которого есть нулевый десант. Да, даже очень, не знаю, если в самой примитивной ситуации, в самой примитивной размерности, в самой примитивной теории ничего нельзя сказать, то, что она тогда даст на то определение. Не-не, ну, на самом деле, минимальная теория – это вообще отдельная идея. Вопрос, потому что минимальная теория вы не знаете, что такое трезвый. То есть, ок. Мы, на самом деле, хотим понять, чему уравняется величина конфорной теории при деле, когда цифровая завязка на симпатической мышечке. Ну, пусть классика, да, конфорная. Ок. Ок. Вы, например, берём минимальную модель, делаем классик, потому что, в принципе… Ну, вы не можете взять минимальную модель и поставить цель бесконечностью, у вас цель всегда меньше, если минимальная модель. Мы берём, например, на Люлиевской, в этой цель, берём Люлиевской, там можно заходить классик. Да-да-да, очень хорошо, вот именно этим мы и занимаемся. Ну, именно про это я вам хотел рассказать. То есть, ответ, на самом деле, не тривиальный. То есть, если у вас… Оставляю в сторону этот вопрос с трейсом. Не, ну вы какое-то определение трейса специально используете, типа, это же не полный трейс, это какой-то… Ну, есть определение, Рома. Ну… Да я понял. Ну, тогда зачем вы разжаривать на этом месте? Да никто не разжаривает. То есть, скажем так, на практике мы считаем четырёхточку оператора 300. Здесь у нас ноль, здесь у нас х, здесь у нас единица, здесь у нас бесконечность. И… Тверждение заключается в том, что мы его можем посчитать в пределе, когда церкви и церкви и церкви и церкви и церкви и церкви и церкви. Получить просто ответ. То есть, ответ в результате. А, и, естественно, центральный церкви, на этом месте перед ним. То есть, нам нужно считать, как орехтончик считает. А х – это что? А х – это… Это х квадрат, что ли? Это сайт Диевклиде? Да, х – это точка, где вы ставите свой карант. Я понял. Но х – это действительно положительная. Ну, х – это совершенно положительная, да. Хорошо. Нет, но х равно 0 – это точка вышления, потому что там т от нуля стоит. Нет, то есть, х не объявляет церкви и церкви тоже. Да, да. А х между нулем и единицей. А почему х… А, ну да. Х между нулем и единицей, и для любой конторной теории четырех точек можно записать в этом месте. Хорошо. И что? Эта величина, она… Хорошо то, что она имеет центральный заявок, как префакт. И больше нечего не зависит. То есть, она универсальна. Это гельда, когда у вас очень большой центральный заряд. Поэтому в таких случаях мы можем надеяться на то, что существует биографическое описание этой величины. Например, для энтропии перепутывания, если бы мы считали подобную же величину, у нас там вместо единицы минус квадрата в x была прибыться минус x. То есть, для энтропии перепутывания функция выглядит похоже. И мы, на самом деле, знаем, как идёт, как считать её, используя IT-assisted соответствия. И, на самом деле, этот вот рецепт, про который я говорил, он для правильной теории. А как так, если у вас бесконно то, что у вас ноль же регулярная точка этой функции? А у вас когда-то, вон, тот аргумент совпадает с нолом, он еще что-то должно происходить? Ты ноль, но ты ноль с чертой. Ну да. Какой-то объект? Не-не. Там, на самом деле, ситуация более тонкая, о чем я сейчас описал. То есть, правильный ответ заключается в том, что, ну, например, для энтропии перепутывания ответ цены 4 для рифму единица минус x плюс константы. То есть, тут данный констант. константы выбирается, то есть, когда x больше, чем 1 второе. И ноль, когда x меньше, чем 1 второе. То есть, происходит слабый переход. Т.е. у вас есть, я не знаю, как там вот так вот. Как это так? x не равен, я не люблю, и у вас штука равна ноль? Т.е. 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 То есть, можно на разнице сидеть? Ну, в данном конкретном случае вы можете тоже, я не знаю, разницу смотреть. Как это вообще может быть такое пробудение? Бывает, что, слушай, вот X управляем к нулю, а вот этот оператор T, T, C, он вообще думает, там, сингулярно. Тогда вы можете говорить, что ага, если ты обматриваешь то есть, если вы можете делать матричную минулю, то попробуем либо с вычитанием, там, T0, T0 с чертой, делить там на какой-то. Лично на самом деле, это такая светость формирует, то есть, когда вы собраете X нулю, то вы должны просто брать ОПЕРИ. То есть, у вас есть ОПЕРИ, X с какой-то сей ше, В общем, это фазовый переход, где происходит фазовый переход, а точка это где-то в середине интервала. В общем, это фазовый переход к первому роду для гидрощитов. Ну вот, единственное, главное слово услышали про фазовый переход к первому роду. И что? Да, и этот результат у нас это довольно забавный, и мы пытаемся понять, можно ли использовать соответствие DSFT для того, чтобы для энтропии перепутывания, мы знаем, как считать, например, припутывания DSFT, из этого можно чего-то сказать. Вчера мы тоже такую картинку видели, очень с похожим поведением, помните? Вчера что-то в семинаре. А? Нет, просто как это математически устроено. А можно было заранее сказать, что будет вот такое поведение или нет? То есть это вот сказать, что будет константа, а потом вот там живая функция. Это можно из каких-то соображений сказать? Нет, это то, что внизу написано, это вы про другое? Двух точек было. Другое. Нет, нет, это тоже было интервью. Это интервью, потому что он нарисовал. Вы неправильный результат рассказывали. Да, да, да. Поведение одинаковое. А? Поведение одинаковое. Ну как одинаковое? Там нет ничего такого этого. Нет, он говорит, что есть. А, то, что в нуле? Нет, там то же самое. То есть это тоже для... А, в семинаре тоже то же самое, да? Да, да. Тут тоже это для общего здоровья, но это... Если у вас есть на другое, то он уже сказал, что... Да, это не смешно. Вот если у нас в четырех точках есть, там, великий подкаст. Бывает, вот, если мы, например, в настиг, потому что... То есть у нас имеются две области. Мы знаем, что там бывает фрагмент с водной пленкой, бывает, грозный огонь. И... И то что? А, и... Другая, когда у нас там были четырех точки, можно сказать, что у вас имеются два кольца... Вы напягиваете... Да. И это вот есть расстояние между ног и пленкой. Да. Здесь именно так все работает. Это вот он и есть, да? Здесь именно так и работает. Да, ну, вот эта формула снизу, еще раз. Вот... Это для чего еще? Это для интернет-минутатора. Ну, интернет-минутатора... Ну, на самом деле это для... Ну, для двух этих самых... Для двух этих самых... Да. Для mutual information, если быть совершенно точным. А, это теперь для... А, ну, это уже другое все-таки. Хорошо, да. Ну, тогда понятно, как раз, что происходит. На самом деле, если у меня есть две области... Думайте, что есть, по сути... Два кольца... Молепленки, и вы их разносите. Молепленка берется. Это вот это явление. На самом деле, здесь оно указано. Теперь вот стоит такой вот для... То есть, раньше у вас оно было натянута, так сказать, на поверхность, а потом они оборвали, и каждый на себя залкался. Да, с вами точно. На этом вот оно есть тогда. Хорошо. А вот, что тогда сверху... Да. Что сверху мы не понимаем, потому что мы не знаем, как считать углографию. А это не есть вот опять какие-то дополнительные корривинаторы между... Ну, я не знаю. Другой, если у вас... Это нофа-друга, но в мировое число, ну в том число, то есть такая же история. Это дополнительная, какая-нибудь модель. Ну вот бывает там, когда вы смотрите минимальной парфюша, у самооборотов у вас зараз coincide внимание на поверхность. А на самом деле, из минимальных поверхностей получить квадратный коррив НЕ... Ну да, я не знаю. Это хороший вопрос. Мы не знаем, кто подписывается. А если взять 4 контура так, что изначально они, так сказать, имеют ручки? Более-менее как ручки, не ваневрён. Я говорю, что просто о геометрии немножко другое. Так у тебя было два кольца, а так у меня чуть-чуть. И в этом смысле функция, может быть, тоже самая? Нет, здесь все равно. Здесь посчитается те же самые два кольца, но уже другая форма существует. Здесь вот эти две формулы. Ну, на самом деле, мы не знаем точно, является ли вот эта вот величина, можно ли написать через поверхности, даже с обменом. То есть, это мы не знаем. То есть, тут как, что можно сказать? Нет, ну, на самом деле, тот факт, что у вас для обычных операций у кого-то нормальная поверхность, какая-то совершенно невероятная. Безусловно. То есть, вы должны делать практически реплика треек. В данном случае ситуация несколько другая. То есть, ваша реплика... То есть, она принципиальная. Поэтому реплика треек в эту процедуру повторить, на самом деле, не может. Ну, то есть, можно попытаться догадываться, как это получается. Но, камни, наверное, да. Да, может быть, что-то с другими работают, пусть мы не знаем. Ну, вот, пожалуй, все. Да, ну, так как... Что я хотел сказать на сегодня? Да, на сегодняшний день моя деятельность впереди, да? Вы, может, в следующий раз расскажете, что такое фумусация? Может, когда это? Ну, в следующий раз. Я говорю, со следующими метров поверну. Спасибо. 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 Спасибо.